Привет, меня зовут Антон, и я русский трудовик. В сегодняшнем видео я буду вам показывать, как я сделал этот нож с пальмовой ручкой, с защитой для руки от самого ножа, сделанной из латуня, и с хорошей качественной стали для самого резца. Если хотите увидеть, как я сделал этот нож, пожалуйста, останьтесь и посмотрите, как я его сделал. Первая вещь, которую я сделал, это я вычертил, как я хочу, чтобы мой нож выглядел на моем куске стали, чтобы я знал, что мне надо вырезать. После того, как я начертил, я все вырезал. После того, как я все вырезал, железо было острое, поэтому я его зачистил на наждачной бумаге. Потом опять на наждачной бумаге я закруглю ту часть, которая будет входить в ручку, чтобы она хорошо и прочно села в ручку, и чтобы она никуда не вылетела и никого не повредила, нечаянно. После того, как я вырезал весь нож, мне надо было вырезать самую защиту для пальца, и это я сделал с латуня. Вот здесь, как вы видите, я сверлю дырку в этом латуне, чтобы я мог проместить саму пилу для моего лобзика. И вот здесь на лобзике я вырезаю сам центр, чтобы оно могло хорошо сесть, прочно на сам нож, чтобы оно не прыгало на ручке. После того, как я вырезал эту маленькую дырочку, я зачистил все напильниками, чтобы оно могло прочно сесть на сам нож. И вот вы видите нож и защиту для пальцев все вместе. Потом я опять закончил формировать защиту для пальцев просто на наждачной бумаге и с большими напильниками. Потом я закончил, когда делать защиту для пальцев, я был готов делать саму часть, которая будет резать на ноже. И вот здесь вот я опять на наждачной бумаге делаю этот угол, под которым он будет резать. И я иногда макаю воду, чтобы оно слишком не нагревалось и мне руку не могло обжечь. После того, как я все сделал, я был готов закалить сталь. И чтобы это сделать, я просто его очень сильно нагрел вот такой пропановой горелкой. И потом я его макнул в машинное масло, когда оно нагрелось так красного цвета. После того, как я закалил сталь, она была слишком твердая, поэтому мне ее пришлось немножко размягчить. Вот здесь я ее заполировал, чтобы она была хорошая и блестящая. Потом я просто положил в духовку где-то на 400 градусов фаренхайт. Извините, я не знаю, в селсиес. И потом я просто подождал, пока она станет золотистого цвета. Вот здесь у меня уже ручку... В ручку я начал делать, и я высверлил дырку, чтобы она хорошо села на сам нож. Потому что я могу ручку делать, пока сам нож закаляется в печке. И саму ручку я просто сделал на токарном станке. Вот здесь, вы видите, я просто закруглил все углы, и потом зачистил все нажначной бумагой, чтобы она все хорошо выглядела. Вот ручка готовая, и сама защита из латуни тоже готовая, и сам нож, вы все видите, готовая. И потом я просто все склеил с эпоксидной смолой, и сам нож уже был готов. Спасибо всем, кто досмотрели, как я делаю этот нож. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь к моему каналу. Я теперь буду делать видео оба по-английски и по-русски, для тех людей, которые не понимают по-английски. И желательно вам это видео понравилось. Если она вам все-таки понравилась, пожалуйста, поставьте лайк и оставьте мне записки в комментах. Но спасибо, что вы посмотрели, и я вас увижу в следующем видео.